Продолжение следует... Продолжение следует... Это не было только нашей оценкой, это суждение всего международного сообщества. И Россия продолжает оккупировать украинскую территорию, вмешиваться во внутренние дела Украины. Россия продолжает поддерживать военные подразделения, которые нарушают международные законы и нормы. То, что я говорил все это время русским, как только вы прекратите делать это, санкции будут сняты. И я думаю, в наших интересах не путать, почему эти санкции были введены, с целым рядом других вопросов. Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего перевели в палату интенсивной терапии. Несколько дней назад его госпитализировали в Хьюстоне. Диагноз – пневмония. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Помещена в больнице жена бывшего президента Барбара Буш из-за резкой усталости и кашля. Джорджу Бушу-старшему 92 года – это самый старый из ныне живущих бывших президентов США. Снежная лавина накрыла этой ночью небольшой отель в горах в центре Италии. Там могли погибнуть до 30 человек. Крыша отеля рухнула. Спасатели смогли добраться до него только к утру. Три тела уже найдены. Поисковые работы не прекращаются, но спасатели, которые расчищают снег, не ожидают найти живых. Сход лавины был спровоцирован небольшим землетрясением. Серию подземных толчков зафиксировали вчера по всей центральной Италии. Время на некоторое время местные власти даже закрыли метро. В августе в том же регионе, где отель накрыл лавиной, произошло еще одно сильное землетрясение. Тогда погибли почти 300 человек. Российские и турецкие самолеты начали бомбить позиции группировки «Исламское государство» в Сирии, в частности, под Алеппо и в Пальмире. ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировки ИГИЛ в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. Мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе. В настоящее время в районе Пальмиры правительственные войска при поддержке ВКС России ведут наступательные действия против боевиков ИГИЛ. Минобороны заявляют, что операция проводится с согласия сирийского правительства. В авиаударах участвуют 9 российских бомбардировщиков и 8 турецких. Эта операция последовала за потеплением российско-турецких отношений. Международное сообщество неоднократно обвиняло Россию в причастности к гибели мирного населения в Сирии. Правозащитники заявляли, что массированные удары российской авиации на востоке Алеппо граничут с военными преступлениями. Суд в Петербурге прекратил дело в отношении программиста Дмитрия Угая. Его обвинили в незаконной миссионерской деятельности из-за лекции о йоге на фестивале здорового образа жизни. Угая задержали в октябре по доносу жителя Петербурга. Сам обвиняемый, который уже 20 лет практикует йогу, заявил, что его лекция носила светский характер, а изложенные в ней сведения есть в учебниках. Суд над Дмитрием Угаем стал возможен после поправок, внесенных в Думу депутатом Ирины Яровой и получивших название «Пакет Яровой». Сенсацию на открытом чемпионате Австралии по теннису сотворил узбекский теннисист Денис Истомин. Он неожиданно выиграл во втором круге у действующего чемпиона Новака Джоковича. Джокович вырвал победу в двух сетах на тайбрейке, но в итоге Истомин смог выиграть марафонский пятисетовый матч. Джокович шесть раз побеждал на открытом чемпионате Австралии. Это его самый ранний вылет с турнира за 10 лет. Таковы главные новости к этому часу. С вами была Светлана Обратнова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok